На сегодня всё, но если вы вдруг хотите, чтобы я захватил весь мир Весь мир Весь мир 34 сраных часа, 56-й год на дворе Это выглядит страшно Просто колонки дивизий врага не помещаются в экран И вот, совок уже взял обязательную службу Туринаж есть Девки просто сыпятся на глазах У совка лишние людские ресурсы появились, вижу Ух, ёпта, сюда Не вижу ничего, кроме пяти фрешных британских дивизий Как настоящий гений микрогейминга Чтоб у нас была только одна полоса генералов Разделяем всё на восток и юг Порты и ёпта Это тут должен быть осталось Гениально Это сраный охот 4 Когда мы отзашли на Провку, но в то же время не зашли Опа, закатлили сюда 43 дивизий Я насчитал Довольно таки Неплохо И мы стоим в Венеции Мы разделили итальянский фронт на двое Отвоевать восточно-немецкие территории Ну-ну-ну Пойти как можно дальше на завтых Есть-тец Бенита, я пришел тебя спасать. А у меня тут столько техники еще, боже. Был бы я НАТО и Украине все отдам. И мы взяли не Апальдетка. 16 лямов у Союза умерло, он до сих пор там лям еще остается. Только обязательная служба. Воскресение мертвых с Урала. 6 ячейк исследований, все равно их не хватает. 8 января 42-го года, через месяц уже, будут модернизированные средние танки 43-го, вы понимаете? Опа, найс. Еще 30 дивизий в основном, сраные америкосы. Боже, эти демократы. Вот у нас идеология базовая. О, все, закрыл говнорей. Это что за покемон? Американцы, бей, бей. Все, я там, бей. О, непонятно как, но я закатлил... Стоп, дайте посчитать. Секундочку. Сейчас, сейчас, посчитаю, да. Сейчас, давайте. Блин, али не закатнее. Ёп. Я слишком рано, походу, схожу. Или нет? Или нет? Италия до сих пор не капитулировала. Японамать. Раз же переименовали и город. Шо? Возиться. Изучился наш модернизированный средний танчик. Сойдет. Три дня позже. Раз, два, три, четыре, пять. Да, есть звук. Все прекрасно, дорогие друзья. Друзья, мы продолжаем играть. Я прям вижу, как уже все на половине арги просто стоят там. А, а, а. Больно, больно. Не убивайте. В принципе, логично. А, си. Here we go again. Китайцы в Европе такие, ес, ес, ес. Я не знаю, что это за шаблон, но почему бы и нет. Ну, типа, тут ширина фронта, если что, на всех провинциях намного больше. Типа, вот тут, например, 162. То есть, таких танков тут поместится три. Ну, а во-вторых, посмотрите на эти статки. 7 км в час. 1132 противопехотные атаки. 1370 прорыва. Это реально жестко. Почти 5 лямов людей на полях сражения. Это просто жесть. Го-го-го-го-го-го-го. Да. Красное снабжение у бота, при том, что у них, если что, бафы тут есть. Чтобы вы понимали, объединение о войне, расход припасов минус 70%. А срочка перед пополнением припасов плюс 72 часа. Да, мы смогли. Много-много дивизий, в том числе, сраные хунтуаны китайские. И временем уже 82 ляма. Я понял. Знаешь такой? Нет. Евангелион. В одном котле средние танки совка, кавалерия совка, горняки совка. Он просто все, всех погубил. За котлей дофигища дивизий взяли точку снабжения. Клагенфурте. Австрийском городе, между прочим. Так что все нормально, все по правилам. Мы вернулись. Жители встречают нас цветами. Нашего художника. Он возвращается в Австрию. 5 лет они ждали. Тем временем мы продолжаем экспансию в Австрию. Захватываем Грац. Вена наша. Котел тоже сделан. Еще где-то на 20 дивизий. И знаете что? У нас даже подросли нифига себе людские ресурсы. Потому что мы захватываем наши родненькие национальные австрийские территории. Это база. Твою налево. Сколько я дивизий тут уничтожу. Где-то 2 ляма людей. Там было 60 дивизий. Я даже этого не увидел. Итак, вот они первые 3 Евангелиона. Твою налево. Сколько тут дивизий? Уже 91.6 лямов. На моих 2.26. Тут уже штрафбаты Советского Союза. Георганс Рейнгард. Йоп. Опа. Вот это нормальный котелочек. Фух. Сколько. Просто сколько тут дивизий. Да. Хороший котел вышел. На ляма 2 людей. Так, мы тут взяли немало территорий. К Дыню, Данцик, Познань, Котовица и Мемель. И теперь мы еще и их интегрируем. Так же, как скоро заинтегрируется Люксембург и Эльза с Латаринги. Я иногда начинаю делать котлы и забываю их просто закрывать. Хех. А, ну типа вот здесь опять же. Опа. У меня уже просто у всех, кого не лень приспособленец. В каком говне мы только не воевали. Опа, взяли Минск. Изи. Ха, посмотрите сколько дивизий у Савкая. Просто всю армию нахрен уничтожим. Блин, как же сильно не хватает резины. Ее в Европе почти нифига нет. Ну, точнее, все что есть она у нас буквально. Но ее все равно очень сильно не хватает. Так как мы немного тут самолетиков производим. Боже, тут просто одни китайцы охраняют фронт. Я вам отвечаю, посмотрите. Тупо китайцы охраняют Советский Союз. Так, причем не коммунисты, а именно китайцы нормальные. Ну, как нормально. Чан Кайши. Твою налево сколько? Обязательная служба. 16-24 лимона людей. Матерь Божья, мы едем в Китай. Латвия капнула. Мы продолжаем жарить китайцев в котлах. И вот мы основываем рейхами сряд Остланд. Фиговая шняга такая. Короче, повышаем призыв. И да, я начал производить современные танки. Вот так они выглядят. Ох. Окей, бра. Охренеть, сколько тут дивизий. И половина из них из сраного Непала. Другая половина из Бутана. Что? Азиатские тигры. Опа, чирик. Так, вот это самолеты, ребята. У Британии уже всех под ружьё. При этом у них вообще осталось всего 104 дивизии. У США тоже 0 людских ресурсов. Но у них пока что обязательная служба. Мы взяли Мадрии. А. Ну, так ещё лучше. Ребята, сейчас будем кушать. Ням-ням-ням. В следующие 4 часа записи я успешно молчал. Поэтому рассказываю вам в невероятной озвучке. Значит, захватили мы Болгарию. И у нас появилось 3 фронта. Я сосредоточился на закрытии Греции. Что я успешно сделал после пары крупных котлов. И на захвате Румынии. В Турции же я стоял на Чили до поры до времени. Я, если что, стою на расширенном призыве. Так как у меня навалило отдохли нечилецких ресурсов. Только я сказал, что отбил все высадки. Не боли! Лайфуэй! Сейчас бы проатаковать, когда дивизии не осталось. Потару пуперы, ВДВшники итальянские. Потужно. Дуже потужно. Не потужничай меня тут. Не забываем качать какую-то хрень во флоте. Потому что это единственное исследование, которое осталось. Наблюдаю. Ой. Уже его не стало. Блин, я забыл, короче, сколько было. Но там, типа, ляма 2 где-то. Что по дивкам Британии? Где-то 50. Боже мой. Он вообще ни хрена не может производить парширенских ресурсов. Это вообще смешно у Советского Союза столько дивизий. Ноль. Ноль. Это не я заперт с вами. Это вы заперты со мной. Я же говорил. И это снова я, Максим Озвучиватель. Передаю вам вести, что мы закрыли примерно до хрена дивизии в Испании. Итак, мы захватили всю Испанию. Невероятные котлы. Лайф. Охренеть, Власов объявил антибольшевизм. Дал дивизии. Лиза. Создаем рейха-миссариат Украины. Наконец-то. Опа. Сюда. А Крым? А Крым? Чего не отдали? Откуда они берут людей? Откуда? Япона, мать, хватит. Хватит. Боже, у них все настолько нахрен плохо, что у меня 566 дивизий, а у их альянса где-то столько же, ну может 600. Это просто шок. Ну что ж, 24 декабря уже будет коллаборационистское правительство, и Советский Союз капнет. Я надеюсь, вот. Кстати, в Советском Союзе уже всех под ружье. Я никогда до такого не доводил, Советский Союз. И при этом посмотрите, у них сколько людских ресурсов. И собок. Так. А, там 15% дает. Ёпс тудэй. У-у-у-у-у. Вы понимаете, что пока 5% на шкряблю полгода. Далее я просто взяла и капнула. Я не понял этого прикола. Не знаю с каких делов, но мне это нравится. Возможно чисто от потерь, да, от потерь тоже набивается, это все делает. Блин, то есть реально, у Савка 44 ляма потерь. Я взял дохренища территорий. И он всё равно не капитулирует. О, да, наконец-то. Дивизии тоже все слетели сюда. Боже мой. 30 марта 1950. Чё, больше у нас особо проблем быть не должно. Единственное, у кого осталась нормальная армия, это США. Но даже у них все взрослые проходят суд. Но как-никак я 200 странных лямов сжахал. Мы провозгласили великий германский рейх. Ёпта, у меня лагает. Берлин переименался в Германию. Ну и мы стали просто великими. Жесть у нас, кстати, цвет тупо чёрный. После фактической победы на суше, где я в принципе умею воевать, я пошёл, без шуток если что, смотреть гайды по флоту. Никогда в жизни этим по-нормальному не занимался, но в этот раз пришлось. Ну и естественно я строил авиацию, которая жёстко бомбила Ла-Манш. Но мы пока переносимся в Азию, где мы будем развлекаться с хунтуанами, если вы понимаете о чём я. Ах да, забыл упомянуть про тест атомной бомбы на лучшем континенте в мире. Сюда! Опа, чирик! Сюда! Пошла высадочка сразу. Погнали, погнали. Нормас, нормас, особо нас тут не останавливают. Сюда попал. Вау! Ну естественно никто тут ничего не контролит, потому что ну блин, все дивизии сражаются где-то в жопе мира. Кстати надо было бы побольше дивизий тут оставить, ну ладно. И Британия очень быстро будет капитулировать, да сейчас прям уже капнет 100% идеально. И ещё дохрена дивизии мы убрали, в принципе с фронтов у себя. Реально, мига? После триумфа в Англии нам надо было как-то захватить США. Понятно, что через весь Атлантический океан мы не высадимся. Поэтому сначала высаживаемся в Исландию, а затем в Гренландию. И готовим высадку в Квебек. Мы в Японии! Перемещаем сразу сюда деть. Государство Японии окапитулировало. Чайше. Итак, смотрим, в рамке остались Бразилия, Канада и США. О боже, что тут произошло в Африке? Ну ничего, тут короче я план наступления поставил, рано или поздно мы выиграем. Найс. Как раз США, молодцы, все дивизии в Африку прислали. Ну и в Сибирь, пусть сражаются. Пока мы тут в Канаду будем высаживаться. Я уверен, что никто тут не кроет этот порт, как бы. Кто будет крыть сраный Квебек? В 54-м году. Великое переселение самолетов. А, точно, дивизия в Бразилии. Опа, Бразилия капнула, найс. О, скоро прибудут 30 дивизий подкрепления. Соединенные Штаты капнули. Бисмарк, что ты здесь делаешь? То есть потому что я создал рыхлами старят, это не Диланды. И они реально в рамке, то есть вот это вот в рамке. Вот это вот в рамке. Теперь появилась тут Южная Африка, конечно. Австралия, да иди тех же. Как нахрен Нидерланды не капитулировали до сих пор? Я чисто повсюду высадился, это шок. Ура, 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 ура. Весь мир. О, боже мой. Тридцать четыре. Тридцать четыре сраных часа. Пятьдесят шестой год на дворе. Ой. Надеюсь, мы наберем достаточно лайков, чтобы я продолжил снимать видео по хокке.